Из книжки и восхитительства Шачинандана Махараджи, которая называется «Океан нектар святого имени». И есть очень важный момент, о котором стоит поговорить. Это то, чего мы касаемся каждый день во время воспевания святого имени. И Шио Бхакти Винодда Кур говорил, что самое важное... В общем, мы поговорим про оскорбление во время воспевания святого имени. И мы поговорим про самое важное оскорбление, о котором упоминают в конце. Это оскорбление, которое называется «Отсутствие внимания во время воспевания святого имени». И Шио Бхакти Винодда Кур говорит, что невнимательность во время воспевания святого имени порождает своего рода иллюзию, которая приводит к серьезным оскорблениям святого имени. Эта иллюзия ведет к жажде богатств, положения и успеха, и также к обману. Когда подобное желание обуревает начинающим преданным, он теряет интерес к воспеванию святого имени. Следует постоянно привагать усилия к тому, чтобы изгнать подобные мысли из ума. Кроме того, нужно следовать правилам ващнавского этикета. И также Шачананда на Махарадж делит этот пункт на три части и выделяет самые три основные проблемы. И вот мы постараемся обсудить каждую из этих проблем, и после обсудения будем читать по одному кругу. То есть мы читаем три круга Махамантры вместе. И постараемся медитировать на то, чтобы быть внимательными и постараться избавиться от этих проблем, которые присутствуют, я думаю, что у всех. Первое на санскрите называется «аудасиня» или «безразличие». И Шачананда на Махарадж объясняет, что это такое. Обычный человек привязан к самым различным вещам, и даже во время воспевания он думает о них, оставаясь безразличным к святому имени. Он может повторять святое имя долгое время, но сердце его остается к нему равнодушным. Знакомо ли вам подобное состояние? Вы приняли душ, посетили арати, и что же дальше? Конечно, все как обычно. Мы берем мешочек с четками, но... Ни восторга, ни экстаза. И задача повторять 16 кругов Махамантры кажется неосуществимой. Как трудно просто слушать, ни о чем не думая, ничего не планируя, не занимаясь ничем другим. Причиной тому является привязанность к материальным вещам, уводящая наше внимание от Кришны. Если вы стали воспевать святое имя невнимательно и неохотно, нужно немедленно обратиться за помощью к ващнавам, свободным от материального влияния, и попытаться повторять мантру вместе с ними. Вдохновленные поведением этих ващнавов, вы захотите избавиться от своей слабости. Рано или поздно в нашем сердце появится влечение к святому имени и сильное желание наслаждаться его нектаром. Люди, которые видели, как воспевал святое имя Шрио Прахупада, всегда поражала его сосредоточенность. Великие ващнавы рекомендуют жить и воспевать святые имена там, где Кришна являл своей вечной лилой, либо рядом с растением туласи, либо в обществе ващнавов. Поэтому так важно время от времени бывать в Майпуре или в Риндаване, духовная атмосфера которых вдохновляет преданных, воспевать святое имя с любовью и верой. Еще одно средство избавления от этой напасти – воспевать святое имя в одиночестве. Шрио Бхакти Винода Такур рекомендовал даже накрывать голову тканью, чтобы глаза, уши и нос не соприкасались с внешним миром. Это помогает полностью сосредоточиться на святом имени. Если у вас есть серьезные проблемы с внимательным воспеванием, попробуйте воспользоваться этим средством. Сейчас прочитаем один круг Махамандры вместе. Можно в одной скорости, я думаю, это делать, чтобы такой эффект был более сильным. Я задам темп, и можно вместе будет следовать этому темпу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok